К запрещенным креветкам и пармезанам мы уже привыкли, ведь на прилавках появились белорусские морепродукты и сыры. Беларусь фактически обнулила российские продуктовые контрсанкции. И вот белорусское ноу-хау запретить автомобили и масла. Но давайте по порядку. В прошлом году после президентских выборов Беларуси охватили массовые протесты. В ответ на жестокости силовиков немецкая компания Bayersdorf, известная как производитель косметики Nivea, отказалась финансировать грядущий чемпионат мира по хоккею. Его должны были совместно принимать Белоруссия и Латвия. Затем отказы последовали от других спонсоров, компаний Skoda и Liqui Moly. В итоге Международная федерация хоккея решила перенести все матчи из Минска в Ригу. В ответ белорусское правительство запретило косметику Nivea, масла Liqui Moly и автомобили Skoda. В ближайшие полгода их продавать запрещено. Что это значит для потребителя? Рапидо и Кодиаке пользовались неплохим спросом среди белорусов. За исключением Супербо, который выпускается в чешских квасинах, остальные модели производятся в Калуге и Нижнем Новгороде. То есть на первый взгляд Беларусь ввела прямые санкции против российских товаров. Однако на практике российские Skoda могут под запрет и не попасть. Совет министров Беларуси опубликовал свое постановление в пятницу. Комментировать ситуацию пока никто не решается. А в самом документе формулировки расплывчатые. Например, производителем санкционки указана группа компаний Skoda Auto. Но в России она автомобилей не выпускает. Наши Skoda делают ООО Volkswagen Group Rus и, по контракту, Горьковский автозавод. Volkswagen Group Rus даже не входит в группу компаний Skoda Auto. Чешская фирма в российском предприятии имеет долю около 17%. Однако еще зимой белорусский госстандарт заподозрил, что выданное РОС стандартом одобрение типа транспортного средства на калужский лифтбэк Skoda Rapid не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза. Выявлены расхождения в фарах, экологическом классе и даже в количестве дверей. В итоге продажи Rapido в Белоруссии запрещены с 11 марта. Однако эксплуатировать санкционку и ввозить для личного пользования можно. А значит, поклонники Skoda вольны купить машину у московского или смоленского дилера. В самой же Белоруссии главным оптовым покупателем автомобилей Skoda всегда было республиканское МВД. Но теперь силовикам придется обновлять парк другими марками. Например, G-Leaf. Редактор субтитров А.Семкин